Друзья, давайте... Это что у нас, пистолетка? Ставят точку. Открывает дверь, пытается найти кого-то из простошников, но там нет никого. Так, ну и теперь, конечно же, после такого центра, это вентиляция, это выход на точку В, все через ветер. И самое главное, с интрикилом, ответ от Айвана, но его он зажат на плейте, очень тяжело ему что-то сделать. Только сейчас это делают. Просто уже сейвят девайс, они понимают, что если там фрага не будет от игрока, когда осталось по точке Б, то вообще нечего делать на плейнте, но даже после этого минуса, я думаю, Фларыч и компания сейчас засейвят. Все-таки этот авик, калаш, и в следующем раунде попытаются вновь перевернуть игру. Но проблема, возможно, то, что Кингвин повторят такой сплит. Так, Кинзор, неужели не заметил? Есть. Видит первого, а вот второго пропускает, Дучча дает размен. Это 4 в 4, и при этом проблема у Ростова. Давайте номер 5 посмотрим, там деф заходит в центр, дает минус, и обратно вливается через смоки, и, возможно, будет использовать Ветер. Нет, не будет ничего использовать. Отлично разыграл Ралин, но и Киндер отвечает молниеносно. Да, интересно развиваются события. Ну что ж, Дучча, стендинный новобранец команды Кингвин, как жестко врывается у Про 100. Шикарный, там двойной, даже чуть ли не тройной пик получился у Просточков, и, ну, 3 в 1, я думаю, тут... По идее, все должно быть спокойно, есть информация, и сразу же минус, никаких проблем не будет. Отлично все проходит у Про 100. Самое главное вот сейчас набрать экономику, возможно, потом использовать второй авик, и вообще никаких проблем не будет в этом матчапе. Отлично сыграли против подсадки, 5 в 3. Вот связочка, буст, винты, плюс агрессия от дефа на центре карты. Мы начинаем какое-то изменение от Кингвин, уже, наверное, выход на точку А должен быть вот-вот из следующих оружей, и я не удивлюсь, если у Про 100 как раз вот 4 игрока примут Аплэнд в следующем девайсе. Ну, как-то вот дальше без шанса. Викиндер попытки отстрелить центр карты, уперся в снайперскую винтовку Викиндера, а вот Дуччи удается забрать снайпера просто он, это 2 в 4. Вот про Ук говорили, ближняя дистанция, то, что это то, что нужно прямо сейчас. А вот тебе и Виктор Войтов получил в голову, ТАЗ забирает дефа. ТАЗ, ну, тут слишком мало хп, и слишком мало времени до конца раунда, Хилпа уже очень близко, и нет, сам Фларыч справляется. Достаточно будет взять два раунда подряд, и экономика просторшенников рухнет, но на их надо взять. Викиндер уже делает первый минус, забирает Раллина. Я так понимаю, это произошло на центре карты, ну, и здесь просто без шансов. Айван хоронит еще парочку поляков. В ноль забрать себе этот раунд, чтобы гарантировать как минимум еще один оружейный. Вот что, в принципе, и происходит. Вылетает бомба на территорию защиты, ну, и все-таки один минус дает Маус, но, наверное, на этом все-таки закончим. В этом раунде хватит. Парень под базе, но просторшенники пока что нет. Повелись, четвертого отправляют. Ну и выход на Кинзора. Но Кинзор должен двоих цеплять хотя бы одного уже. Кого-нибудь цеплей Кинзор, да что ж такое? Ну, Хилпа работает, но насколько... Нет, неплохо. Минус два сразу же от Прасто. Один из них минус на двери. Знаешь, ожидали, наверное, увидеть второго игрока в планете, но так его и не дождались. Как только... Да хотя что тут ждать, уже нужно, по-моему, вылетать. Ох, есть инфа по Раллену, но зато... Ну, как-то слишком долго. Итак, выпад от Тварича. Забрал Раллена. Маус один на один. И отличный хеджот СЗшки. Возможно, ребята как раз хотели показать то, что, возможно, это сплит Б, и это будет долгий раунд. А тут просто вылет, два в центре, и уже минус на двери от Просто. Но, тем не менее, коннектор может зарешать. Дыху забрали, а вот что же делать дальше? Попытаются вскрыть через центр карты. Под флешку. Как же четко работают Прастошники. Дев забирает Мауза. И, по-моему, видел второго. Да, есть информация, и должны понимать, что параллельно двигается мейн. Попадает. И Киндер по ноге Раллена. Это два в четыре, мини-сетас. А парни по-прежнему не вышли с мейна. Вот как же долго и неуверенно действуют Кингвины. Ну, вот в теории, конечно, можно еще попытаться притянуться на точку бетом, занести бомбу на позднем тайминге. Но мы видим, что ребята остаются здесь под аплентом. Бомба выпадает на мейне. Вот мы так давно видели ту же самую ситуацию, когда два игрока оставалось, и бомба как раз вылетает уже на территорию защиты. Это практически девятый раунд для парней. И, в принципе, очень уверенная защита. Здесь как-то, я бы даже сказал, пересчур простой матч пока что для ребят. Так, а вот напоследок простошники немного, ну, ошибаются. Или даже много дают сохранить мини-су снайперскую винтовку. Простошники ресетнутся. Ну, с другой стороны, им там тоже следующий сыграет 2К, и дальше еще можно поиграть с оружием. Вот это выстрел! Как он засейвил себя, я не понимаю, но сейчас Молик заставит игрока как-то выйти, но там залетает Смоук и сейвит, сейвит своего игрока. Это выход на центр, как я понимаю. Вот следим за бомбой. Ну, какой-то слишком простой. И Киндер моментально щелкает от ящика. Это 3 в 5, 50 секунд до конца раунд. Что-то сейчас на Б в очередной раз получится у польской команды. 15 секунд, 2 в 3. О, нет, на этот раз Киндзор не ошибается. Тут парни не прощаются. Соответственно, будет перекрестный огонь, и это то, что не позволит им выйти на позицию Аплунта. Ну что, сплит, просто дверь пошла без ничего. Да вы что? А там деф разобрался. Ну вот ответ. Там деф разобрался, правда, дыха дает ответочку. И Киндер с АВП. Есть минус на центре. Ну и в принципе уже в спину идет пожим от Кинзора. Отличная работа и снайпер команды. Ну просто все шикарно. Не поймешь, кто вообще из них главный, да? И Киндер или Аймин. Я говорю про кэш. Работают по позициям. Если Иван работает по бэпленту, то как раз-таки и Киндер отвечает за центр. Пытаться там не получить в ответ гранатой, зайти на аплент. Но парни вот вновь посложно идут. Контрподсадки, занятия медла. Тут уже наполучались от одного снайпера, от второго. В ответ, конечно, неплохо залетело. Но, в общем-то, это 4 в 3. Хорошая ситуация для защиты. Ну, дает полное понимание просторшникам о том, где находятся оставшиеся поляки. Чек от Фварича. Вот теперь все ясно, понятно. Отличный минус за тройка. Минус машина. Ну вот зарешает еще Киндер. Возможно. Но его уже, по идее, ожидает номер 6. Это было красиво. Прочекал. Со второй попытки забирает Раллина. Но неужели Ваня потащит? Кстати, подобный хайлайт в его исполнении мы уже видели. Итак, 1 на 1. 46% у Ивана и 26% у Мауза. Убегать не стоит. Последний. Ой, какой тайминг. Просто не дождался доли секунды. Так бы выиграл раунд. Нужно идти вперед. Времени все меньше и меньше. Диффузы есть. Но это уже проигранный раунд заведомо. Да. Тут уже... Нет понимания о местонахождении Мауза. Это 12-3. Не без проблем. Но все же поляки забирают последний раунд. Итак, пистолеточка. Попытка вскрыть оборону базы А. Агрессия от поляков. И посмотри, что творит Дыха. Ну что, Дыху заберут или нет? Да должны забирать. Отлично все-таки возвращаются на точку. Ребята из простого. Он будет перебегать через ангар в центр карты, оставляя Айвана на мейне. Тут очень близко. Защита уже пришла и минус дают. Ой-ой-ой. Ему нужно бежать. Какой коварный план придумали простошники. А бомба. Знаешь, установленная бомба должна дать понимание. Понимаю. Сверх попытки не забирает. Ой-ой-ой. Как же четко забрал таза Виктор Войта. И теперь можно просто издеваться над игроком, который будет пытаться дефузить бомбу. Главное по лицу не получить. Это самое важное. Не получить по голове прямо сейчас. Ну все четко. И Киндер без каких-либо проблем забирает этот раунд. Правда, перед этим отправляется в таверну. Нет, не успеет. Сколько там оставалось консольку бы прочитать? Ну как-то в одну калитку. Ну что ж, три Ауга, ВП, МК в руках Кенгвина. И уже 3 килл от Кензора. Правда, размен быстренько от мини. Но на Б уже вышли и зажимают игрока, судя по всему, в ближайшие секунды в плейнте. Ждет своих тиммейтов. Кстати, интересное место расположения тела игрока защиты. Как он там оказался. Что-то в конце непонятно. Горит. В смоках. Нашивают. Но должны чекать, кто там с бомбой летит. Только неаккуратно. Ой-ой-ой. Деф. Директор Му, это вот это дела. Двоих забрал. Это два в два. Ну что ж, через холпу пытаются ворваться. Все, девятка последняя. Отлично. Стреляет Фларыч. Какая-то попытка камбэка. В конце концов закупиться деглами. Просто заражить точку Б. Но, наверное, сейчас ее закончится. Есть энтрекил. Отлично играют парни кэш. И посмотрите, и центр уже отжимается. Там Айван сейчас прочекает. Увидит игрока в плейнте. Вот тебе бесконтактный бой. Одного забрали, второго оставили красным. После этого Ваня делает очередной минус. 3 в 5. Просто двигаются в сторону базы Б. Там два игрока команды Кингвин. Но с большой вероятностью это GG. 3 плюс 2. Два вентиль. Трое мейн. Заходят на точку Б. И опять же с фрагом все шикарно. Ну, видно, что простошники прогрессируют. Жалко, конечно же, что команда не сумела пробиться на... Мажор турнир. Но это совсем другая история. Здесь победа. Уверенное начало для просто.